у нас есть вопросы конечно что очень многие хотят помочь братьям в Сирии в Турции тоже помогают отправляют вещи и одежду и деньги и в Сирии тоже большинство хотят конечно в Сирию потому что там меньше помощи и до них не доходит те фонды которые собирают и отправляют через посольство или заходят как понял они не озвучивают с какой стороны они заходят когда вот мы заходим в Сирию говорят они говорят с какой стороны никакой город с Ливана заходят там или через аэропорт там самолетом залетает Дамаск конечно это эти это это помощь до суннитов мусульман пострадавших если хотя бы какая-то это часто не дойдет это будет огромное просто чудо большая часть их конфискует даже Дубая Эмиратов которые пришли в помощь просто забрали Адавиты их них из Була их нет всякие армии знаете на самом деле больше всего нуждается той территории которые вокруг Ледлиба которые освобожденные территории где не под контролем Асаду потому что Асад у них есть армия и Россия им помогает помогая сирийскому посольству занося туда фурами продукты одежду деньги там десятками миллионов этот идут поддерживать шиитов и Адавитов их режим большая часть и это просто катастрофа чтобы ваши деньги шли на то чтобы они укрепить врагов мусульман суннитов против суннитов так не должно помогайте через советскую сторону через советские фонды наш фонд может помогать можете там другие разные варианты есть не давайте деньги людям которые используют против мусульман эти даже во время землетрясения после через несколько часов как новостях вышло что Асад режим Асада они бомбили просто и штурмовали регионы где люди и так пострадали каким надо быть частицами не знаю просто животные даже такое не делать в данный момент если вы не надо что лишь бы отдала там или я дал там дальше куда она попутит меня не волнует вас должно волноваться чтобы это дошло что это человек который голодный чтобы его накормили кто остался на улице чтобы им палатку купили если нужно лекарство лекарство купили они просто отдавать посольство где там их фсбшники спецслужбы сидят я ничего хотят с этим деньгами делать те люди которые там работают это башаровский режим который больше миллиона человек посадили 700 тысяч триста четыреста тысяч давно было погибших уже еще больше стола и миллионами они как беженцы по всем мир разбежались чтобы свое кресло власть сохранит башар Асад он просто свой народ уничтожает уже больше десяти лет даже когда землетрясения беду попали на них бомбит и вы отправили деньги чтобы через их границу через дамаск через аэропорты заходили через ливан заходили это деньги это помощь большая часть как минимум не дойдет до них я над я думаю я надеюсь что какую-то часть хотя бы пациенту 10-20 они чтобы показать что мы раздаем потому что какая-то часть имитрации под контролем территории тоже люди пострадали для показуха не покажут я очень сильно надеюсь хотя бы часть чтобы дошло до не давайте этим посольством этим фондом не закатом вот этим которые по муфтеатрским фондом потому что они не могут со стороны турции это занести им не дадут потому что они подконтрольные фсб и властям и потом проблемы сделать чтобы они не попали в проблемы чтобы им правда не сделали они готовы эти десятки миллионов отдать хоть башару саду и его режиму лишь бы им проблем не сдавать ну я тоже заезжал первую серию 10 лет назад помощь в 2012 году я знал что мне будут проблемы но если бы я не заехал бы со стороны турции там где реально сунниты и пастанцы где они реально нуждаются эти палаточные города города и поехал бы как некоторые блогеры дамаск и оттуда начал помогать да у меня может быть российские властями не было проблем у меня предал вам были бы огромные проблемы и сосуде динам то надо будет отвечать никто не отменял судный день ангелы каждое твое действие слова запишут эти аманат если они не дойдут куда до адресата ты будешь спрошен за это дамаск и там быть с одной стороны с российскими войсками безопаснее в этом мире да они могут его сделать проблеме розыск подать как они мне подали ну предал вам судный день ты будешь как отвечать я не знаю ты от российских властей можешь убежать и вещи подать там документы поменять может тебе посадят где-нибудь ну от аллаха куда ты убежишь мне интересно весь местах на этом селенном этой земле где ты можешь от аллаха убежать в аллахе никуда не убежишь аллах тебя настигнет в любом месте каждый аллаху вернется и он будет спрошен зачем он куда он деньги потратил куда он их отдал если он отдал их туда куда не нужно аллах с него спросит за это он по влах это может быть большой бедой для него то что российские власти его розыск подали таких они тысячи подали сотнями интерпол подали от них я не удивляюсь вот когда мусульман пытается угодить им чтобы лишь бы у него проблем не было и там не давайте сомнительные фонды вас могут быть проблемы да а ты думаешь пара попадешь в рай без проблем без трудностей без испытаний есть такие пути которые можно попасть в рай вообще без проблем да есть такие пути я хочу знать такой путь где есть такой путь когда пророк стал сам говорит что рай путь путь краю она трудностями как бы окутан а путь в ад да там может быть облегчено ты грешишь девочка что хочешь живешь по страстям конечный только ад ну рай хватил джаннату анабель маккаре то что человек не нравится вокруг путь рай у такой ты себя сдерживаешь из своих страстей от своих охватов рискуя жизнью как бы не трудно восстаешь на мат читаешь как бы не трудно опасно не было люди сражается на пути аллаха жизнь отдает на пути аллаха можно подумать россии живя нужно жертвовать фонду какой-то чтобы попасть проблемы тысячи людей которые сидят мусульмане и не мусульмане ты думаешь они пожертвовали фон сколько им подкинули наркотики сколько подкинули оружие сколько им по беспределу за уже свидетельство сажают люди когда сажает их когда они попадают розыск попадают беду попадают заранят их он когда понимает что это ради тех ценностей ради той смысла жизни когда ради он который он живет это намного легче я сижу тюрьме да потому что призывал к религии аллаха я рискую я в розыске потому что я помогал мусульманам аль-хамду-ли-лла аль-хамду-ли-ллач я на верном пути не может быть тобой аллах сказал плане валян тарба никогда абадан не будут тобой довольны не ягоды не христиане пока ты не последующих религий то есть каким же как они конченым ты не станешь как это путинский режим они никогда не будут тобой довольны счет решил что они будут ты хочешь угодить этой путинский режиму кафирам давая деньги там который врагу аллаха не передают через посольство чтобы лишь бы тебя проблем не было аллах говорит они не будут тобой довольны пока ты таким как они кафирам не станешь если ты призываешь истины ты помогаешь истинным мусульманам которые заслуживают помощь то у тебя могут проблемы так без них тоже россии проблем сколько хочешь там тысячам посажены тюрьмы по фабриковым делам он посмотрите правозащитный центр посадить и посмотрите списки все это мусульман там и не мусульмане и оппозиционеры политические те же хизбу тахрировские которые ничего не сделали никому не жертвовали просто этих взглядов придерживали что должен быть ислам халифат их сажает по 10 12 по 14 по 18 дают что они за ничего не сделали лучше вы сделали лучше сделать и мы не говорим рисковать мы говорим привязывайте верблюд и уповайте на аллаха есть криптовалюта никак они могут проследить за это есть система у нас переводов которые через сайт невозможно обнаружить кто это откуда бы отдал море руки передачи дам кого-то монота и другие такие же надежные фонды которые через турцию внутрь суннитом помогать не она ведь она сумета передавайте помогаете это шанс вам а вас как уране говорит когда человек умрет аллах он будет аллаха просить на бердюру не о мой господь верни мне на этот свет как вы думаете для чего аллаху хочет чтобы аллахом верну ученые говорят он так говорит он желает вернуться на этот свет и давать садаха потому что он увидел после смерти какое огромное значение имеет милостыне садаха как аллах это преувеличивает как она можно в весах быть очень тяжелым потому что аллах садаха который ты дал тысячи долларов умножает автоматически ашра 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 то есть на десять раз это уже десять тысяч долларов стало или саба миды то есть до 700 раз примножать от степени твоей искренности по твоей намерения искренних представьте дал тысячу долларов и у аллаха нашел как будто из 700 тысяч долларов садаха сделал мало кто может 700 тысяч долларов почти миллион долларов садаха дать но тысячи долларов собрать даже течение года и сделать открыть один колодец или дать этим же людям когда на улице остались и накормить бедняков взять на себя опеку сироты многие мусульмане могут ты тысячи долларов дал ты воскресишь судьи него аллах и воскресит и у тебя там на весах как 700 тысяч долларов садаха дал это же огромная просто милость аллаха что аллах умножает потому что мы по своим правильным делам раим не можем попасть это только когда аллах нас твоей милостью окутает когда наши дела приумножит тогда это может какое-то значение метров нас грехов море и мы нуждаемся чтобы мы довольны милостями как аллах сказал другом аяте наши грехи чтобы вас смывал аллах сказал инна азанат юзибна сайиат поистине благие дела стирает дурные дела грухи грехи когда делаешь садаха делай больше благих дел это стирает твои грехи и поднимает твои степени и награда умножается умножается до 700 раз не упускать этот момент но делайте причины дайте из рук руки дайте через криптовалюту через какие-то сайты прилетайте сами и сами руки передавайте сами туда езжайте рискуйте кто хочет разбогатеть ни один богатого человека который не рисковал я не говорю кто наследство получил который с нуля работал они рисковали ради богатства рискуем ради рая не хотим рисковать ради аллаха не хотим рисковать нету риска нету рая нету трудностей нету испытаний нету рая до сопроведники когда увидели что нет испытаний начинали сомневаться что чушь их имана значит что-то не так я расслабился делает также до сада дошло до нужно нуждающего человека да это так тому который реально доверяешь он там где тебе удобно и более безопасно безопасно мы давайте нам а мы посольство отдадим а кто эти посольства и дальше эти деньги кто уходит кто это отчет дает с кого вы можете спрашивать посольство либо в режиме асада а те которые заходят даже со стороны ливана и вот они показывают что мы сирию заходим эти фуры из 30 миллионов 40 миллионов которые пожертвовали эти два-три фуры или действие что это это что такое это же просто 10 процентов нету остальные деньги кто на эти деньги отчитывается будьте осторожны брать давайте деньги не для того чтобы просто отчитаться лишь им сказать что я отдал отдавайте деньги которые именно суннитом чтобы доходило тем кто реально нуждается доходило маракаллаху афейкум я примет аллах от вас и от нас а а а а Продолжение следует...